пляжных территорий, кто подходит к ее решению добросовестно. Территория детского парка – решение многолетних проблем. Придорожная торговля и сервис – первое впечатление гостей курорта о качестве услуг и отдыха. На Кубани установлен повышенный класс пожароопасности. Жители и гостей курорта просят быть осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Сейчас обо всем подробнее. Анапу очищают от самовольно установленных некапитальных строений. Первыми под снос пошли объекты Витязева. Приговор о демонтаже торговых точек привели в исполнение сотрудники управления муниципального контроля. На основании протокола заседания межведомственной комиссии по вопросам освобождения земельных участков от незаконного размещения некапитальных объектов принято решение об освобождении муниципальной земли. Собственник самостроя за два дня должен сам убрать объект. Если строение на месте, то специалисты муниципального контроля самострой демонтируют. На курорте такой опыт работы применили впервые. Оживленная улица недалеко от моря – прибыльное место для торговли. Именно здесь коммерсанты самовольно установили некапитальное строение, металлический павильон очки. Новую торговую точку открыли на муниципальной земле, на территории общего пользования, да еще и на пожарном проезде. Объект демонтирован и перемещен на специально организованную для хранения площадку. В ходе мониторинга специалисты управления муниципального контроля выявили еще один самострой – кафе. После чего управлением был создан пакет документов и отправлен на Межведомственную комиссию. Межведомственная комиссия приняла решение о демонтаже данного кафе. В настоящее время демонтаж кафе происходит самостоятельно с собственниками во избежание повреждения строительных материалов, которые находятся на этом кафе. Но не все предприниматели готовы расстаться с мыслью о легком заработке и выполнить требования городских властей. Убрать нелегальное строение так же самостоятельно, как они были установлены. К слову, немало вопросов вызывает обеспеченность коммуникациями и таких торговых самостроев, например, электроэнергии. В селе Витязево специалисты муниципального контроля демонтировали самовольно установленные торговые места – стихийный сельскохозяйственный рынок. Деревянные строения разобрали и перевезли на спецплощадку на улице Астраханской 120. Срок хранения объектов – не более шести месяцев. Для возврата хозяевам торговых павильонов необходимо обратиться в управление муниципального контроля с заявлением, вместе с которым должны быть и документы, подтверждающие право собственности. По сообщениям синоптиков, вода в Черном море у берегов Анапы прогрелась до 27 градусов, когда температура воды поднимается выше плюс 25, море начинает свисти. Отдыхающие к комке относятся по-разному. Одни делают аппликации на суставы, другие избегают и стараются найти место для отдыха без водорослей. Отношения к комке у сотрудников МУПАКУ всегда одинаково профессиональные. Убирают и вывозят сотни килограммов комки с пляжей. Пик высокой летней температуры спровоцировал рост и распространение неприятного морского растения комки. Муниципальное предприятие объединения курортных услуг объявило водорослям непримиримую борьбу, которая ведется круглосуточно. В этом году мы вывезли 5890 тонн комки и бытовой мусор на свалку возим около 800 тонн. Получили по инициативе главы города Сергеева Тихорецкого завода дисковую фрезу, которая специально для песка ведет барнование, где твердый песок уже утоптанный. Вот, чтобы ее поднять, у нас пальчиковая фреза не так хорошо отправляется. А это диски, где регулируются кулоны, глубина. И вот мы дискуем пляжи. Это чтобы был пушистый? Да, чтобы был пушистый, и сзади идет такая установка, разравнивает. И человек приходит, становится ногами, ему приятно. Силами объединения курортных услуг наводится чистота на береговой линии Пионерского проспекта от поселка Витязева до центрального пляжа Анапы. Это более 12 километров. Шикарные анапские песчаные пляжи привлекают массу отдыхающих и жителей города-курорта. Особенно много семей с детьми. В этом году на центральном городском пляже новшество. Запрещено курить. Постоянно через радиорубку объявляем. Урны поставили везде, все, курение на пляже запрещено. Урны у нас 50 штук на пляже только на одном стоит. Если комку не убирать, течение прибивает ее к берегу, и растение начинает гнить. Морская вода меняет цвет и становится мутной. Что и происходит буквально по соседству с центральным пляжем на территории, переданной в аренду нескольким здравницам. Есть еще один неприятный фактор. Ведется несанкционированная торговля прямо на этом пляже. А на входе снуют предприимчивые орнитологи с навязчивой услугой сфотографироваться с попугаями и любителей нажиться на фото с мартышками. Пляжи – главная ценность Анапы. От станицы Благовещенской до Утреша. Сколько бы ни было других развлечений, люди едут в Анапу в первую очередь ради моря, купания и солнечных ванн на теплом песке. Так что всем владельцам и арендаторам пляжных территорий нужно беречь общее богатство города-курорта, раз им оказано такое доверие. Продолжаем выпуск. На территорию детского парка, который сегодня служит проходом к морю для жителей и гостей Анапы, будет наложен сервитут. Такое решение принял глава курорта в ответ на многочисленные обращения и жалобы анапчан на вопиющую бесхозяйственность в парке. За наложением сервитута последует благоустройство территории. Детский парк не перестает быть объектом пристального внимания главы Анапы. Борьба со стихийным рынком и царящей вокруг антисанитарии началась в прошлом году. Тревогу забили анапчане. Переданный в 2009 году в частные руки парк, утопал в грудах мусора и превращался в барахолку. По сравнению с прошлым летом ситуация изменилась. Если раньше торгаши действовали нагло, не от кровой не скрываясь, то сегодня им приходится постоянно быть, что называется, на шухере. Завидев патруль полиции или прицел фотообъектива, продавцы горячей кукурузы, золота и анапского коньяка поспешно сворачивают подпольный бизнес. Однако искоренить неприглядные факты полностью пока не удается. Стихийная торговля, как зараза, вновь и вновь проявляется. И наиболее вероятная причина тому – недостаточно эффективное взаимодействие всех заинтересованных служб и ведомств. Примеры такой неслаженной работы тут же, в детском парке. Кафе и столовые, например, поражают антисанитарией. Столики, где гостям предлагают отведать русских блинов, а рядом зловонные лужи от, видимо, протекающей канализации. Строительный мусор, заросли травы, немытый пол – все это так и напрашивается на внеплановую проверку контролирующих ведомств. Но, видимо, специалисты Роспотребнадзора сюда давно не заглядывали. И вновь глава курорта был вынужден вмешаться в ситуацию. Сергеев в очередной раз проинспектировал территорию парка и, сделав выводы о работе ответственных сотрудников администрации, дал ряд поручений. Одной из них – правовой службе о наложении серветута. Другой оказалось взаимодействие с полицией. Детский парк отныне в маршрут патрулирования «Стражи порядка» будет попадать не от случая к случаю, а ежедневно и круглосуточно. Более того, помощь полиции готовы оказать казаки. Когда же все юридические вопросы с обременением земли будут решены, начнется благоустройство прохода к морю. Асфальтирование, наружное освещение, установка лавочек и дополнительных урн – все это в планах городских властей. И не только в их планах. Соинвесторами готовы выступить добросовестные предприниматели, не первый год ведущие здесь свой бизнес. Путь к сердцу Анапы пролегает по федеральным дорогам. Придорожный сервис на въезде в город и сельские населенные пункты района создают первое впечатление о курорте. Требования к заправкам, кафе и рынкам вдоль трассы проселочных дорог, чистота, санитарный порядок, благоустроенные территории и законы основания для деятельности. Автозаправка номер 58 «Роснефть» по адресу Анапское шоссе 2 находится, пожалуй, на самом оживленном слиянии проезжих частей улицы Парковой и трассы на Новороссийск, идущей через город. Близость двух рынков – восточного и ярмарки «Привоз» не мешает хозяевам ОАО «Роснефть» Кубань «Нефтепродукт» содержать территорию в идеальной чистоте. Клумбы декоративных растений и роз являются украшением города и радуют глаз. Не отстает от коллег и автозаправка «Лукоил», расположенная рядом с «Роснефтью». Новое здание банкетного зала «Версаль» на Анапском шоссе уже привлекает внимание не только импозантным архитектурным решением, но и благоустроенным зеленым двориком. Чего не скажешь о следующих двух объектах. На трассе Новороссийск-Керчь в границе села Тарусино находится кафе «Золотая монета». Вдоль ограды розы, перед входом площадка выложена плиткой, а вокруг трава по пояс не кошена, наверное, с весны. И тут же еще один объект на улице Шоссейной. Бывший магазин, переоборудованный новым хозяином под пекарню. Ни вывески, ни адреса на здании нет. Как мы не пытались достучаться, нам никто не открыл. А хотелось бы спросить о планах хозяина, когда и как он обиходит в близлежащую территорию, чтобы было приятно здесь остановиться, купить хлеб и передохнуть путешественникам. Следить за внешним видом торговых объектов – обязанность собственника. Бесхозяйственные будут отвечать перед межведомственной комиссией, где конкретно укажут им на недостатки, которые следует устранять. Еще один бич придорожного сервиса – несанкционированная торговля, любая в том числе с багажников автомобилей. В таких случаях последствия для продавца-реализатора – это составление протокола и наложение штрафа. Мониторинг идет ежедневно. В сельских округах – сотрудниками местных администраций, а на обочинах дорог – сотрудниками ГИБДД. И к другим темам. Установившаяся сухая и ветреная погода, пиковые температуры воздуха – условия, напрямую влияющие на пожароопасную ситуацию. Мером предупреждения возникновения лесных и ландшафтных пожаров был посвящен краевой селектор под председательством губернатора Кубани. О том, какие превентивные мероприятия проходят в Анапе – в нашем сюжете. Губернатор Кубани Александр Ткачев выслушал подробный отчет всех служб о ликвидации пожаров в районе хутора Джанхот под Геленджиком. Сотрудники МЧС тушили пожар в горной местности, по большей части труднодоступной. Пример наших соседей тому показательный, что так же сложно работать пожарным и спасателям пришлось бы в Анапе. В целом ситуация с пожарами за погода уже регистрирована 1760 разгораний. Думайтесь, 1760. Это, конечно, и частные секторы, и сны, это все вместе. Не погибли 145 человек. Большую часть работы мы должны с вами сориентировать сегодня на протеотическую погоду. В Анапе наиболее уязвимые от пожаров территории – это Утришский заповедник, Анапские плавни и лесополосы. По завершению краевого селектора в Анапской студии перед всеми ответственными службами задачи поставил глава курорта. Сотрудникам пожарной охраны, муниципальной службы спасения, заповедника Утриш Сергей Сергеев поручил усилить профилактическую работу. На территориях, подверженных особому риску, обновить баннеры и предупреждающие таблички. Все оперативные службы и аварийно-спасательные формирования должны быть в готовности номер один к введению повышенной пожароопасности. Это значит полностью закрыть доступ гражданских лиц в лесные массивы и заповеднику Утриш, так как ожидается повышение температуры выше 30 градусов. И по прогнозам синоптиков, в августе продержится погода без существенных осадков. В пожароопасный период запрещено разжигать костры в лесу, парках и плавнях, поджигать стерню на скошенных полях. Мэр города дал указание выставить наряды на территории заповедника, организовать круглосуточное патрулирование по пяти противопожарным маршрутам. Определили мы наиболее уязвимые места. Это заповедник наш Утришский, это плавни реки Анапки и лесополосы. Сегодня у нас есть силы и средства для тушения и локализации возгораний. Самое главное, на мой взгляд, сегодня вовремя обнаружить возгорание и локализовать его в самом начале. Конечно, у нас нет таких средств, если в горах на территории заповедника будет большой очаг возгорания. Но я все-таки надеюсь на добросовестность исполнителей, которым поставлены задачи по мониторингу ситуации. И администрация в этом поможет и людьми, и техникой, и вовремя выявить. Я думаю, что те мероприятия, которые мы наметили, они позволят нам удержать ситуацию под контролем. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 104. В четверг, 31 июля, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова